Так, всем привет! Решил такое снять видео, немного не формат для моего канала. Кстати, много раз уже задумывался, может быть, есть смысл завести лайв-канал, где выкладывать такие видео. Потому что, ну, для канала реально этот формат не подходит. Люди привыкли видеть такие какие-то более-менее красивые, смонтированные видео. А просто, когда я снимаю там на телефон или еще что-то, ну, честно говоря, не хочу такие видео выкладывать. Но часто очень бывают такие случаи, когда, ну, очень хочется вам что-то показать. Например, как сейчас. Вот у нас у меня вот на заднем плане стоит ледогенератор, который нам привезли с одного свинницких ресторанов. Причем нам его привезли после того, как забрали из одного профессионального киевского сервисного центра. То есть какой-то киевский сервисный центр ее обслужил, а нам ее потом привезли, ну, по ихним словам, для того, чтобы мы посмотрели, все ли там нормально сделано. Ну, теперь показываю, как этот ледогенератор обслужили. Ну, во-первых, нам пришлось заменить клапан. Вот, причем сразу показатель качества мастеров является намотанная фумленка на клапан. Ну, потому что в данном случае уплотнение идет не за счет намотки фумленка или пакли на резьбу, а уплотнение идет за счет прокладки. И это, извините, надо быть полным идиотом, чтобы вот в данном соединении, когда тут идет накидная гайка на эту сторону, наматывают фумленку, чтобы он не подтекал. Ну, ладно, суть не в том. Суть в том, что этот клапан, ну, видимо, есть с ним проблемы, потому что наш мастер уже заменил на новый клапан поставил. Ну, видимо, с ним есть проблемы, но внутри этого клапана, не знаю, будет видно на камеру. Сейчас попробую вот так снять. Вот там вот внутри вот такая вот есть оранжевая, значит, есть оранжевая редукция. Вот, это редукция, которая уменьшает производительность этого клапана. Значит, ну, на мерке, если мы включим без редукции клапан, он будет наливать, я не знаю, там, 20 литров в минуту, например, воды напрямую. Вот, но в некоторых случаях вот в клапана вставляется редукция, которая ограничивает напор. В данном случае цвет оранжевый говорит о том, что это редукция производительностью пол-литра в минуту. Значит, это для того, чтобы этот ледогенератор набирал воду с маленькой скоростью, да, потому что ему много воды не надо. По-видимому, они не смогли его вытащить, потому что его там сильно, я вижу, ковыряли внутри. Ну, к сожалению, камера это не передаст, но видно, что его пытались всякими способами оттуда выковырять, не знаю для чего. Может быть, они не знали, для чего он вообще там нужен, а может, хотели поменять клапан, но у них нет клапанов с редукциями, потому что эта редукция, как правило, поставляется отдельно. И в итоге, короче, оставили они старый клапан. Наш мастер его поменял, этот клапан, вставил туда нормальную редукцию, благо у нас, кстати, они в интернет-магазине есть в нашем. Вот такая вот, казалось бы, мелочь, да, а есть. Так, ну я просто дальше показываю, как качественный, блядь, профессиональный сервис обслуживает технику. Смотрите, ну, я вам уже покажу снизу, вот, видите, смотрите, сколько вот мусора. Ну, вот такого, например, на стенах, видите, аж висит. Значит, откуда вы этот мусор? Этот мусор мы выдали воздушным компрессором, вот из этого радиатора. То есть здесь у нас стоит, получается, в этом ледогенераторе стоит, грубо говоря, как в холодильнике, компрессор. Сверху у нас вот здесь вот под крышкой будем считать испаритель, в общем-то, в котором непосредственно образовывается сам лед. Вот, видите, он даже вот обмерз. Этот испаритель обпрыскивается водой, вот, и, грубо говоря, в нем, вот в этих вот штучках, таких перевернутых чашках образовывается уже сам лед, намерзает. Вот, ну и, соответственно, вот это радиатор. То есть тут у нас сверху испаритель у нас температура отрицательная, здесь у нас температура положительная, то есть этот радиатор греется и обдувается вот изнутри, вот там вот видно, он, надеюсь, вам видно, вот, обдувается, сюда выдувает воздух для того, чтобы этот радиатор остывал. Так вот, они даже не соизволили просто продуть этот радиатор. Он реально был забитый пылью, мусором, ну, всяким таким, что в воздухе летает. Он был реально плотником набитый. Мы его когда включили, пробуем радиатор, он реально горячий, он не охлаждался. Вот, при этом мы его продули, сейчас он стал еле теплый. Ну, в принципе, вроде бы пока все работает нормально. Клапан, еще раз повторюсь, мы в нем поменяли. Ну, вот так вот, видите, обслужили для ресторана ледогенератор. Ничего хорошего про них не скажу. Ну, вот такая вот у нее конструкция. Кстати, может быть, кому интересно, как это все работает. Значит, смотрите, здесь у нас, ну, он частично разобранный. Здесь у нас сверху стоит испаритель, который морозит. Вот, то есть он охлаждается. И на испарителе, видите, на трубках стоят такие, как бы, перевернутые чашки. Вот, в этих чашках образовывается лед, они морозятся. Вот, получается, лед, ну, как бы, верх ногами снизу, снизу, давайте сюда заглянем. Вот тут есть такая решеточка, она прикрывает брызги, потому что снизу насос разбрызгивает воду. Вот, там, если посмотреть, видите, он, получается, ничего не держится. Насос льет постоянно воду на эти чашки, вода на них намерзает. Вот, вот, кстати, насос этот стоит. Ну, тут видно только катушку, вот, насосы. Ну, вот, то есть, вон, перчаточка крутится. Вот, этот насос, получается, постоянно сюда гонит воду, вода намерзает. Намерзает за счет того, что здесь стоит, грубо говоря, морозилка, вот, компрессор, испаритель. Не стоит, вот, тут два регулируемых термостата. Один регулирует температуру испарителя сверху этого, который морозит. Второй регулирует, вот, температуру стоит термостат. Ну, насколько я правильно понимаю, это термостат, который ограничивает количество льда в этом ледогенераторе. То есть, когда он набрал нужное количество льда, вот, этот лед доходит сюда, до этого термостата. И термостат, грубо говоря, отключает этот испаритель. Вот, честно скажу, я их лично не ремонтировал ни разу, просто знаю их конструкцию. Поэтому рассказываю. Если в чем-то ошибся, вы уж извиняйте. Так, ну да, вот у нас радиатор, который просто это тепло отводит с вентилятором. В принципе, конструкция довольно простая. Вот здесь, вот у нас идет таймер. Где у нас? Вот у нас идет таймер. Значит, у нас он, ну, фокусируйся. Сейчас попробую. О, отлично. Вот у нас идет таймер, он идет просто по кругу. И вот, видите, такой сектор закрашенный. Это у нас идет, как бы, дефрост, разморозка. В данный момент, то есть, вот на протяжении этого, как таймер идет сюда, до дефроста, у нас лед образовывается. Когда доходит до дефроста, у нас срабатывает, я так понимаю, ну, трехходовой клапан, который запускает холодильник или морозилку в обратную сторону. Тем самым испаритель начинает греться, а радиатор начинает охлаждаться. В тот момент, когда испаритель начинает греться, лед, соответственно, подтаивает вокруг испарителя. Вот, и вот эти кусочки льда, они выпадают из чашечек этих. Вот, и просто, как бы, сваливаются. Давайте еще раз открою отсюда. Вот, сваливаются и выпадают сюда вот по вот этим вот, видите, он там, такие под углом идет поверхность. То есть, они попадают на нее и оттуда просто выпадают сюда. После этого, после того, как это все, куски льда сюда повыпадали, значит, опять же, этот, он идет по кругу, таймер, и опять начинается все процесс по второму кругу, начинается заморозка. Значит, если сейчас даже еще, значит, если сейчас я еще успею поймать, ну, или будет, скажем, возможность поймать, посмотреть, когда именно оттуда начинает выпадать, то я, конечно, вам это покажу, засниму. Так, чуть-чуть пропустил я. Вот, у нас таймер перешел на оттайку, смотрите, видите, как сразу пошел нагреваться испаритель, тает лед. Вот, и сейчас они начнут выпадать, эти. Вот они. Ну, давай. Побежал он, водичка какая-то тает. Вот, раз, выпал один. Сейчас остальные начнут. То есть, по факту, вот мы можем снять даже эту шторку. Ну, давай, пока сниму, это все повыпадает. Ух ты, какая штука интересная. Конформат. Это классно ремонтирован. На, залезут электроны. Ну, что там, еще не все выпало. Ой, все. Ну, и все. Вот эта шторка, которую я снял, она по факту рассчитана для того, чтобы вот эти брызги, которые сейчас на меня летят, чтобы они сюда не летели. И не летели сюда в камеру со льдом. Вот так вот выглядит. Видите, лед. Вот, поэтому теперь, когда вы в ресторане будете видеть подобный лед, вот такой вот формы, они еще бывают внутри с дырочкой, то будете знать, что это сделано на подобной кофемашине. Пу, кофемашине, я говорю. На подобном ледогенераторе. Так, а здесь я смотрю, да, классно, классно что-то пофиксили. В трубочку вместо, в трубочку вставили, вот вместо такой вот заглушки пластиковой, на которой это должно висеть, ставили конформат. Хорошо, что я решил вытащить эту, не знаю, шторку. Вот, возьмем сейчас у меня есть, вы же все, наверное, помните, же у меня есть 3D принтер. Сейчас возьму, сделаю, напечатаю сюда заглушечку, вторую на 3D принтере, поставим, чтобы там не ржавело. Вот, прикиньте, вот это вот так вот ремонтирую, да, это для ресторана, а потом, извините меня, вот этим вот будут кормить людей. Но это, конечно, тихий ужас. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Продолжение следует... 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 Пока.